Снова привет, дорогой зритель! Снова моя камера в этой камере. Она не нужна, вы привык к рукам. Но руки тоже они есть. И, собственно говоря, видео в разделе «Жизнь нашего городка» заключается оно в чем? Есть район, называется «Переделок на ближний». Есть банки, которые, нафиг, не нужны, мы их сбросим. И есть определенный момент. Момент заключается в чем? В каждом доме есть пожарный щит. И в этих пожарных щитах зачастую в старых домах я слышу то, что ты мне звонишь. Я тебя сбрасываю, я тебе перезвоню. Давай, давай. Надеюсь, мне звонить больше не угодно. Я сейчас еще и безылочную поставлю. Но их все в болото достану звонками. А, значит, зачастую в старых домах пожарных рукавов нет. Ну, вообще, это растащили на торцанке. Здесь они есть. Но проблема заключается в следующем. У меня, если ульки дойдут, я к этому видео добавлю ролик о том, как горит елка в квартире. И, собственно говоря, в данном щитке первичные средства пожаротушения. Замотана веревочка. Ну, с веревочкой, да, как бы вопросов нету. Веревочку потянул. Она не раскрутилась. Да, ты стоишь тут, дыма немерено. И ты не знаешь, что тебе с этим делать. Ты весь такой мучаешься. Такой, а что мне делать? Горит. Все к чертям собачьим. Я сгорю. Походу, дело так, наверное, и закончится. Нож я свой опять не взял. О, я ее порвал. Повредил себе руку. Короче, кровища хлещет. Открытый перелом. Я думаю, что сейчас будет, да. Я достану эту бобину, размотаю, подключу к крану, включу и потушу нахрен пожар, который вот там вот сожгет всех и вся. Не тут-то было. Ну, есть другое выражение. Я не буду его говорить. Вот данный вот элемент его сюда вынесла управляющая компания. Опираясь на то, что, ну, в противном случае, их воруют. Ну, он сделан для того, чтобы не могли его просто банально вынуть и утащить. Что происходит? Где-то пожар. Нужен шланг. Выкладываем этот шланг. Что-то происходит непонятно. Как он крутится? Блин, да что из него такое? А дыма много мы не видим. Вот она прям, все это дело разладно. Видите, он перекрутился. Мы бросаем шланг. Бьется плитка чертян собачьей. Вот он просто не хочет крутить, крутить, крутить. Мешка, мой привет. Ты говорила, легко размотала. Крутим, крутим. Ругаемся у вас. Крутим. Что-то заостряло. Продолжаем крутить. Но вот в этот момент кручение прекратилось. То есть, вот я мальчик не слабый, но дальше я крутить уже не могу. Дальше что происходит? Происходит беседа. Все, крутить смысла нет никакого. Все, сгорело. Все, я не могу его крутить. Все, он зажал. А толп, да, он должен надуться, а здесь еще несколько метров. Все, дальше он не крутится. И так, значит, присоединить. Я, может быть, конечно, не тянусь, но в любом случае произойдет картина следующая. Размотать я это не смогу. Нащупать здесь какой-то болтик, но вот палец у меня сюда не прилезает. Я вот этот болтик пытаюсь, пытаюсь, но получается. Я хочу ее подвинуть, чтобы к болтикам получить доступ. Хрен там плавал, как говорится. Ну, точнее, гетерородный орган. Я не могу отсеенить осенки. Я не могу дотянуться до этого болтика. Вот таким вот образом я дотягиваться-дотягиваюсь, раскрутить я его не смогу. Раскрутить дальше пожарные гетерарки у меня не получится. В принципе, в принципе, у меня было дикое желание проходить по другим адресам, поснимать... О, блин, рука болит, ударился. Поснимать, как это выглядит в других местах. Ну, в принципе, видя вот эту фигню, еще раз, мертвым, Ира, здравствуй. Я не знаю, тебе повезло, у тебя он раскрутился. Вот первый же, первый же моток раскрутиться не смог. Фактически кто-то сгорел. Потому что нам пожарные пока доехали, а у нас пожарные на минуточку находятся где? В Комунарке. Да, в Комунарке у нас находится пожарная. В московском часть пока не открыли. В общем, я сейчас все это дело замотаю, чтобы было красиво. И, может, что-нибудь вам еще на коню поболтаю. Собственно говоря, все-таки продолжим на видео. Вот очередной пожарный гидрант, закрытый на ключ, который висит вот здесь, за стеклом. Ну, не сильно как-то его видно. Вот. Попасть сюда, разбить ее, толку никакого нету. Смысла никакого нет. Посмотрим, два других. Ключа нет, ключ есть. Но, ведь, мы это дело не будем смотреть. И обратим внимание на то, что вот именно здесь все сделано правильно. Никаких скуп нету. Можно вынуть без проблем рукав, прикрепить его к воде и, собственно говоря, получить радость поливать горящую квартиру. Здесь то же самое, но, опять же, ключа нет. Соответственно, из трех работает один, худо-бедно, это уже нормально. Пойду еще что-нибудь посмотрю. Три. Устаться. Короче, картина какая. Три счета. Мы берем, один щит открываем и видим на нем скобу. Да? Ну, не будем ее сейчас разматывать. Не в ней прикол. И она меня рассмешила. Значит, вот это вот. Значит, мы видим, нет ключа. Нет ключа, гидран закрыт. Он настолько закрыт, что они скобу не смогли поставить. То есть, здесь, видимо, он все-таки был. И вот они его открыли, скобу поставили, вон она там присутствует. Размотать его под вопросом. Вот этот вот, может быть, размотать и можно будет. Не знаю. Проверяйте. Причем здесь, кстати, подключен сразу. Там были не подключены. А вот то, что меня вызвало самый большой смех, это вот здесь. Скобы нет, потому что даже сотрудники, управляшки не смогли туда получить доступ для того, чтобы установить скобу. Так. Ну вот, самое смешное заключается в том, то, что мы сейчас находимся в доме, где находится управляющая компания. И, собственно говоря, ничего не опечатано. И нету держалок. И, что немаловажно, гидранты на месте. То есть, вот в таком вот виде открытые шкафы ничего не опечатано, на ключе не закрыто. Трубы на месте. Соответственно, вопрос о том, поваруют их или нет, остается, оставался бы открытым, но я вот здесь вот вижу какой-то саморез. Вот этот саморез вполне возможно какой-то удерживающий, потому что в данном месте саморезов быть не должно. Здесь я саморезов уже не вижу. Не знаю, что он здесь делает, но он здесь есть. В общем, пойду я сейчас осмыслю и, наверное, расскажу вам свое мнение про эти шкафы. Ну, или как минимум вопрос будет дальше видно. А здесь вот у нас уже бам! Нет, тоже открытые, тоже на месте. Не воруют? Почти. Ну, опять времени доснять материал за один раз не хватило. Доснимаю в машине. Резюме. Да, ну, так быть не должно. Это факт. Также я считаю, что люди, которые закрывают тамбурную дверь, да, там потом начинают наставлять велосипеды, какие-то там, коробки там, картошку, они там хранят, еще чего-то, ну, там, типа, чтобы не украли. Слышь, дома храни, да, чтобы тебя не украли, храни дома, за замком, то есть, ну, все как полагается. У меня дома места нет. Ну, это полностью твои проблемы. Повесь на стену, поставь на балкон, не знаю, там, блин, купи себе квартиру 3-4-5-8-комнатную, две квартиры купить, в частный дом переедет. Но это полностью твоя проблема, то, что у тебя нет места. Потому что, да, если будет пожар, если будет дым, да, выйти в коридор для того, чтобы эвакуироваться из квартиры, споткнуться об чьи-то велосипед, дезориентироваться в этом дыму и задохнуться, ну, по мне, пускаю чувака оставленный велосипед ворует раз в месяц. Ну, как бы, нравится ему, пускай он хранит его в подъезде, да, и, ну, собственно говоря, его ворует. У меня, вот, там, не надо, мотоцикл ставить некуда. Я что, тоже его буду наверх подавать, что ли? Нет, конечно, да, по самой ситуации, то есть, ну, с управляшкой я общался, почему это делается, да, был трагический случай, был пожар в торговом центре в Кемерово, много погибших, очень глупо, как раз, вот, собственно говоря, о чем разговор, да, вот такие вот глупости, они стекаются в кучу, да, и получаются жертвы. Там, не работает огнетушитель, потому что он пустой, отсутствует огнетушитель, да, отсутствуют другие какие-то вещи для, там, первичного пожаротушения, потому что, если приехали пожарные, они приносят, ну, и решили тушить все это дело с воды на этаже, они приносят бухту с собой, она рассчитана на другое давление, она в хорошем состоянии, она не протекает, не лопнет, не треснет, все будет хорошо, поэтому на то, что находится на наших этажах, это не рассчитано, это рассчитано, собственно говоря, на нас, да, что ты вышел и воспользовался, потушил. После этого случая, ну, как-то все начали приводить в то, как должно быть, да, в том числе и пожарные рукава, там, где должны быть, они стали появляться, а в магазинах они пропали, ну, они дорогие достаточно, кто-то их надает, в дачу там для насоса, кто-то из них там тарзанки какие-то делают, просто вот могу украсить, украдут, почему нет, такое тоже бывает, начали их воровать, и, ну, два момента, это дорого, и управляшка банально не может их купить, потому что их нигде нет, ну, они приняли вот такое решение, с тобой все это дело зацепить. Может быть, задумка-то, конечно, и хорошая, да, но при этом исполнение, ну, на первом же рукаве стало понятно, что абсолютно отвратительное, по той простой причине, то, что ты им не можешь воспользоваться, от слова совсем. Кстати, очень интересно, как это выглядит у вас, может быть, там, в каком-то другом регионе нашей страны, в свежем доме, в старом доме, может быть, у вас там частный дом, как-то вы там это сделали, сами, да, не расскажите, будет интересно, может, у вас там вообще вентилей даже нету, да, воды нету в этой системе, вполне возможно, такое тоже есть. Также, кстати, вот очень интересно посмотреть у нас в некоторых монолитных домах, есть щиток, на котором там квартиры, да, высвечиваются, пожарная сигнализация, все дела, половина квартир, там горят красные лампочки, что это, да, там пришли криворукие таджики, и все это дело бы срезали, отрезали, как это должно быть, это должны восстановить или нет, то есть, ну, если есть система, она должна функционировать, если кто-то где-то что-то отрезал, да, он это должен восстановить, если это входит в общедомовую систему, и, собственно говоря, в безопасность, ну, и так далее. данное видео я раскидаю, ну, во-первых, это проблема района, да, в точности я раскидаю его по всем там группам, чатам и так далее, там будут темы, все это дело обсудить, и, собственно говоря, посмотрим, в данной ситуации есть ли это проблема, и как ее решить, может быть, да, на самом деле проблема, она решится, может быть, это даже и не проблема, посмотрим, увидим, ну, и для остальных, да, то есть там, мои подписчики, они в основном подписывались, чтобы кто-то там меня послушать, а кто-то распаковки посмотрит, распаковок становится заметно меньше, поэтому, ну, не знаю, может быть, вы скажете, что там нет места, давай-ка там подобное видео, проблема нашего городка, выносил отдельный канал, ну, я это, как минимум, выслушаю, проанализирую, может быть, отдельный канал создам, буду это лить туда, может быть, вам интересно там, какие проблемы там бывают у москвичей, вы там наоборот напишите, Миш, да, давай рассказывай, тоже интересно, вдруг у нас это тоже есть, мы тоже с этим там как-то что-то будем делать, ну, а так, в целом, жизнь продолжается, всем всего, ну, и до скорых встреч, пока.